А вот он, друзья мои, новый Porsche Taycan. Сейчас будем знакомиться с ним поподробнее. Друзья мои, я вас, автомобилистов, поздравляю, потому что родилась новая звездочка на нашем автомобильном небе. Это новая модель Porsche, полностью электрическая, называется Porsche Taycan. И если говорить именно про вот эту версию, то это у нас Taycan Turbo S. И посмотрите, в каком мы необычном месте. Когда шла процедура, собственно, презентации автомобиля, то все были шокированы, потому что все происходило внутри. Здесь было закрытое пространство. И тут, когда автомобиль выехал, отъехала стена, и мы оказались посреди огромного, гигантского хай-тек-поля. Ого, смотрите, открыли большое окно с видом на солнечные батареи. Офигеть. Вы посмотрите, какая сумасшедшая локация. Кроме этого, одновременно с этой премьерой прошло еще две премьеры. Одна в Китае и другая в Канаде. То есть одновременно на трех материках все это происходило. Давайте сначала пробежимся немного по внешности и потом скорее за техническую часть, потому что техническая часть здесь действительно очень-очень впечатляющая. Забегая вперед, скажу, что машина версии Turbo S едет на сотню за 2,8 секунды. И это быстрее, чем всевозможные современные GT63s, M5. И с учетом того, что эта машина появится на улицах нашего города в Москве уже в конце 2020 года, в четвертом квартале, то это прям вау. Будущее прям совсем уже на подъезде. Перед началом видео хочу показать вам своего супер-помощника. Это станция с Алисой внутри, голосовым помощником Яндекса. Она умеет отвечать на миллионы вопросов, помогать с расписанием и делать еще много чего. Смотрите. Алиса, напомни, пожалуйста, в 21.00 собрать вещи на завтрашнюю съемку. Поставила напоминание собрать вещи на завтрашнюю съемку на сегодня в 9 вечера. Она легко включит видео, фильмы. Про пульт теперь можно забыть. Просто попросите Алису. Алиса, включи видео Алана Ениреева. Секундочку. Сейчас найдем. О! Эх, была бы у меня такая штука в школе, глядишь, и не было бы трояка по истории. Короче, это классный подарок к учебному году. Алиса, включи крутую гоночную музыку. Алиса, сколько лошадиных сил в Bugatti Divo? Двигатель Bugatti Divo объемом 7993 кубических сантиметра, развивает мощность 1500 лошадиных сил. В общем, я каждый раз удивляюсь тому, как магически работает эта штука. Совершенно новое ощущение. Вместе со станцией идет годовая подписка на Яндекс Плюс. А это значит, что купивший ее в течение года сможет бесплатно слушать Яндекс.Музыку, причем не только со станции. Смотреть фильмы на кинопоиске без рекламы. А еще ездить со скидкой на Яндекс.Такси. И еще немного приятной информации. Раздобыл для вас промокод на 500 рублей скидки при покупке в интернет-магазине Связной. Ссылка в описании. Реально здесь концептуально и мы с Ником обсуждали, что очень круто, что в последнее время мы все чаще встречаем ситуации, когда автопроизводители доводят до реального производства автомобили с таким достаточно концептуальным видом. То есть они не сильно далеко отходят от того, как выглядели в виде концепт-каров. Супер футуристичная морда и только представьте эту морду на улицах нашей столицы уже через год. Я уверен, что поначалу люди будут просто в шоке, потому что выглядит она действительно не как все Порши и не как все автомобили, которые сейчас есть. Очень-очень злобно, очень так по-инопланетянски, да? Обратите внимание, как они постепенно прощаются с этой классической формой, да, круглой. Они достаточно успешно от нее отходят, сохраняя свой новый, мне кажется, фирменный ДНК в иллюминации. На самом деле все равно преемственность есть, потому что раньше у Порши были просто кругленькие такие фары, и потом появилась там Панамера, новая 911, и она как бы скосилась. Тут они это вернули, видишь, есть такой, как ступенька, которая появилась. Но это тоже круто, потому что есть преемственность. Кстати говоря, что самое-то крутое, ребят, блин, на самом деле у меня сейчас мурашки идут по коже, я очень впечатлен автомобилем, я безумно прям в жажду, когда мы уже сможем на нем прокатиться и просто охренеть с более чем 1000 Нм крутящего. Разумеется, у нас здесь жирнейшая карбонокерамика, которая всегда встречается на топовых моделях автомобилей Порше, даже если это у нас небольшой Макан, все равно, если взять Макан Турбо на самой максимальной комплектации, там тоже можно поставить огромные суппорта. Спереди у нас здесь 420-миллиметровые тормозные диски, да, и сзади 410 миллиметров. Очень большие значения, и это неспроста. Пока что еще автопроизводители не смогли прийти к такому формату, чтобы вес батареи был более адекватен. Порше Тайкан тоже не исключение. Вес автомобиля составляет более двух тонн, сильно более двух тонн, говорить точно, 2 тонны 300 килограмм. Такой ощутимый вес, его нужно уверенно осаживать, да, и поэтому здесь мы видим такую могучую тормозную систему не только спереди, но и на задней оси. Конечно же, уже напрашивается отсутствие классических боковых зеркал, да, как мы и видели у Audi e-tron Quattro. Попа, конечно, ну это шикарно. У автомобилей Порше в последнее время, ну у них давно с попой все было шикарно, но с повсеместным внедрением моноброви, ну это прям one love. Посмотреть на тот же Макан обновленный, да, с его монобровью, на Панамеру, на Каен, ну это просто, это белиссимо, это так красиво. Очень красиво они обыграли, конечно, вот эту часть здесь прямо, это такая хай-тек электрокартина, ну это просто потрясающе. Добро пожаловать внутрь нового Порше Taycan Turbo S. Здесь, здесь все прям ощутимо отличается от того, что мы видим обычно в автомобилях Порше. В Taycan 2 электромотора, суммарная мощность версии Turbo S составляет 761 силу, а крутящий момент 1050. Есть еще версия не Turbo S, просто Taycan Turbo. У нас Turbo S версия разгоняется за 2,8 до сотни, то версия Turbo уже едет за 3,2, ну не такая уж и большая разница. Версия Turbo S 2,8 до сотни, затем до 200 км в час менее чем за 10 секунд, 9,8 секунды. Время на Нюрнбургинге, прохождение круга всего 7,42, максимально пройти на одной зарядке машина может 450 км и на специальных зарядочных станциях всего за 5,5 минут вы можете восполнить запас батареи на 100 км. Безумно, конечно, интересно прочувствовать на себе, как эта машина вживую, да, потому что, ну, мы ездили на Mercedes-Benz EQC, полностью электрическом, я ездил еще на I-Pace, да, но это были интересные опыты, а здесь ты понимаешь, что это все-таки первый электроавтомобиль от Porsche, здесь еще 1050 ньютон-метров, и ты понимаешь, что Porsche это всегда автоспортивная ДНК, и интересно увидеть, что же такое электроспорт от Porsche. Давайте посмотрим немного по интерьеру, а знаешь, здесь, ну, вот первое, это вау, круто, что-то новенькое, такой, знаешь, как бы интерьер Porsche плюс-плюс, но вот эти два момента мне не нравятся, огромные совершенно подстаканники, хочется, чтобы была возможность, знаешь, их какой-то заглушкой прикрыть, потому что они такие большие, они немного, да, они немного рушат перфекционизм вот этой части интерьера, потому что здесь все такое красивое, такое аккуратное, тут бам, бам, вот, это немного люто. Разумеется, у нас здесь уже полностью виртуальная панель приборов, то есть, если вы посмотрите на новые Porsche Cayenne, на новые Porsche Panamera, там панель приборов виртуальная, но центральная часть еще аналоговая. Здесь у нас фуллиэлектрик, и, разумеется, все должно быть повсюду в экранах, так они здесь и сделали. Крутая штука, которая, там, отличала всегда iPhone от остальных телефонов, то, что тут экран, как будто он просто... Парит. ...он здесь находится, рядом с ним, нет какого-то огромного пространства. Селектор в очень необычном теперь месте, это прям, это прям что-то новенькое. По мультимедии, в принципе, здесь просто другой скин, так она очень хорошо напоминает то, что мы видим в других автомобилях Porsche. И очень здорово, что для пассажира тоже есть полноценный экран, я, правда, пока не понимаю, какой здесь функционал. А, здесь тоже можно по полной ходить по мультимедийной системе, заходить в навигацию, в общем, делать всякое-всякое, что хочется. Очень красивые здесь дефлекторы теперь. Есть какие-то преднастройки, пресеты. Ух ты! Да ладно, да ладно! Вот это прикольно. Да, управляешь потоками не как в Панаме, то есть ты их направляешь просто... Да, в Панаме это более примитивно выглядело. Да, а тут ты просто выбираешь сразу, куда-то хочешь, чтобы шел воздух. Это что-то новенькое, эмоции. Со скоростью, конечно, просто перемещение ничего не сравнится, но все равно это лучше. Ну да, да, да. Здесь у нас дублируется, значит, климат-контроль. Вот такая прикольная у него обратная связь. Первичная очень прикольная. Вот надо будет только им... Да, типичный Порше. Типичный Порше, да, перфекциозный, надо будет только подтянуть им скорость работы мультимедиа, но я думаю, что это просто еще пока сырая версия. Я уже говорил вам о том, что машина появится в России уже в четвертом квартале 2020 года, то есть уже через год они будут ездить по Москве. Это просто очуметь. И ценники, они относительно вменяемы. Версия турбо начинается с 10,5 миллионов рублей, и версия турбо S начинается почти с 13 миллионов рублей. Я уверен, что в рамках этих денег, то есть схожих денег стоит заряженная версия Panamera, люди по-любому будут пробовать, да, и машина, я думаю, пойдет, потому что перформанс просто изумительный. Ой, ой-ой-ой, здесь прям не для Кирилла Сарычева пространство. Ну, тут уже, как говорится, искусство требует жертв. Она заметно меньше Porsche Panamera, и даже вот я сижу сзади, посмотрите, вот у меня здесь запас, конечно, минимальный над головой. У тебя сколько, у тебя метр восемьдесят где-то, да? Да, да. Ну, что-то у тебя над головой вроде немного есть, да? Вопрос просто к положению ног, потому что их вперед не вытянуть, ты как бы просто под 90 градусов сидишь. Поэтому, когда ты ездишь дальше, тебе по-любому надо будет это перекладывать. Так что в основном машина для комфорта передних сидаков, а для задних она для тех случаев, когда нужно кого-то подвезти. Здесь вот мы видим дополнительный кран. Ух ты, смотри, здесь тоже можно направлять у нас потоки воздуха. Сзади какой небольшой, значит, этот... Да, это очень... Обзор, да. Иллюминатор. Но не факт, что это будет прям неудобно в жизни, надо смотреть. Здесь, конечно, спек этого интерьера очень скучный, все черное. Я видел на презентации, там показывали варианты, которые гораздо могут быть более интересными по сочетанию цветов кожи, материалов. Гайз, я думаю, можно завершать наш статичный обзор нового Porsche Taycan Turbo S. Очень интересная машина. Нам с вами, считаю, глобально сильно повезло в рамках того, в каком времени мы живем. Просто вспомните, что было 20 лет назад, что мы думали про электрокары. Да ничего мы не думали, мы только всякие коры про них, так скажем, мочили, шутили и так далее. Сейчас мы стоим рядом с электрическим Porsche, который выдает более 1000 нм крутящего, который уже через год будет во множественном количестве перемещаться по Москве и по другим городам нашей страны. У меня бегут мурашки по коже. Очень интересно, как все это будет двигаться дальше. И ждем тест-драйв на новый Porsche Taycan. И ждем ваших мнений, друзья. Вот, смотрите, бюджет у нас получается от 13 миллионов, да, за такую машинку. Вот вы бы стали рассматривать покупку такого автомобиля, да, который едет 2,8 до 100, 500 км у него запас хода практически, и 1000 ньютонов у вас всегда под педалью. Или же вы все-таки пока за ДВС. Давайте пообсуждаем в комментариях. Ну, а мы пойдем общаться с нашими коллегами. И привет вам с этого нереального поля с солнечными батареями. Смотрите, просто хай-тек нереальный. Everywhere. Смотрите, просто хай-тек нереальный.